Магия инструмента Мастихин В этом уроке мы изучим новый векторный инструмент программы CoralDraw X6. Для начала создадим круг, зальем его оранжевым цветом и сделаем полупрозрачным. Для этого щелкните на инструмент перетекания и выберите в списке прозрачность. На панели вверху установите тип прозрачности – однородный. Затем выберите инструмент Мастихин. Это один из новых инструментов программы CoralDraw X6. Скорректируйте радиус и нажим инструмента, если нужно. Затем, удерживая левую кнопку мыши и перемещая указатель, вытягивайте форму. Затем выберите на панели вверху застроенный Мастихин и нарисуйте острый кончик языка пламени. Повторив те же операции, вы нарисуете еще несколько языков пламени. Создайте небольшой круг и вытяните из него еще два языка. Скорректируйте положение нового объекта. Теперь, удерживая клавишу Shift, щелкните на пламя и на панели вверху нажмите на кнопку «Задняя минус передняя». Таким образом, вы вырежете второй объект из первого, создав сквозное отверстие. Теперь удалите прозрачность. Измените цвет пламени на белый. Откройте меню «Эффекты». Выберите пункт «Контур». Введите новые параметры, чтобы добиться похожего эффекта. Теперь возьмите инструмент выбора, вызовите контекстное меню и выберите команду «Разъединить контурная группа». Затем нажмите кнопку «Сгруппировать». Залейте все белым цветом. Снова возьмите инструмент «Прозрачность», установите однородный тип и измените показатель на 98%. Выберите красный цвет, скопируйте объект и вставьте его, например, используя сочетание клавиши «Контрол плюс С» и «Контрол плюс В». Измените цвет верхнего объекта на желтый. Теперь слегка изменив настройки прозрачности верхнего объекта, вы добьетесь более реалистичного эффекта пламени. Продолжение следует...